Украинский дом, друзья, через дорогу гостиницы Днепро, там у нас впереди парламентская библиотека, слева желтое здание, за ней находится через перекресток стадион Лобановского, а дальше по прямой, вы помятаете, на Майдане, на Европейской площади, здесь были три линии баррикады. И на той стороне, на той стороне, в районе этой остановки примерно, погиб герой Украины Сережа Нигояна, сын армянского и украинского народов. И, друзья, я за эту неделю второй раз нахожусь возле постамента Сережи Нигояна. Друзья, я говорил о том, что, несколько дней назад я выпустил видео, я говорил там о том, что 2 августа у Сережи Нигояна был день рождения. И, как мы с вами помним, это первый герой Небесной сотни, вернее, это первый человек, которого убили. Потом был Белорус Жизневский, потом другие ребята, украинцы. Также среди Небесной сотни был еще один армянин, Георгий Арутюнов, который был в партии Свобода, да. И светлые, потрясающие ребята, которые, безусловно, не хотели умирать, но на Майдане были до последнего, до конца. И честь и хвала и светлая память этим нашим героям. Также, друзья, в контексте этого я хочу сказать, что, также светлая память всем нашим героям, кто с 2014 года после Майдана погибает в этой кровожадной войне. Войну, которую начала Российская Федерация, и война будет до победного конца. Всем нашим хлопцам-то, девчатам, тузакам и тузачкам, которые находятся сегодня на фронте, я желаю здоровья, сил. И они должны знать, вы должны знать, что мы за вас молимся, мы вместе с вами. Поэтому, друзья, кто помогает фронту, донатьте, пока я столом. И донатьте, помогайте информационной помощью, любой какой-либо волонтерской помощью. Потому что только вместе, только все вместе, как один кулак, мы способны победить в этой кровожадной войне. И отстоять свою свободу и независимость нынки Украины. И сегодня я здесь не случайно, друзья. Вчера в этой библиотеке Ярослава Мудрого, которая раньше называлась парламентская библиотека, напротив которой погиб Сережа Нигоян и другие потрясающие ребята. Вчера здесь была презентация книги поэзии Василя Сдуса, которая была также в переводе в верменскую мовую. Сегодня я нахожусь здесь, на этом месте, возле постамента Сережи Нигояна. Для того, чтобы в очередной раз вам показать этот постамент, объяснить, где он находится, и предложить вам поставить у себя в голове заметку, как знаете, как ежедневники. И если вы живете в Киеве, когда вы будете на Майдане, чтобы вы не забыли про Сережу Нигояна и про всех остальных наших украино-армянских героев, про всех украинских героев в целом, любой национальности. И пришли к этому постаменту и отдали шану, дали шану памяти Сереже Нигояну и другим нашим украинским героям, которые погибли. А если вы не живете в Киеве, но бываете здесь проездом, приезжаете к своим родственникам, то запомните это место. Это Европейская площадь напротив гостиницы Днепро с рестораном Панорама. Прямо напротив. И я рассказывал в видео, что этот камень мы устанавливали все вместе, меня пригласили. Меня пригласили. Этот камень сделал потрясающий украинский, потрясающий украинец. И это сделано его руками, и он сделал два таких камня. Один камень он разместил в районе гостиницы Украина, в районе аллеи Небесной сотни, да, в память о добровольцах, всех ребят. А это отдельный персональный камень в память о Сереже Нигояне, потому что этот большой украинец, большой мастер, был очень впечатлен подвигом Сережи Нигояна. И это было так символично, что на Майдане, на Европейской площади, первого парня, которого застрелили, Сережа Нигояна, который, сам того не ожидая, как недавно написали у меня в комментариях, заново в его устах прозвучал великий украинский кабзарь Тарас Григорьевич Шевченко. Боритесь, то поборитесь, вам Бог помогает. Друзья, вот такие вот события, поэтому всех вас призываю, всем и вам рекомендую обязательно прийти сюда, к этому постаменту Сереже Нигояна на Небесной Сотне и отдать шану нашим любимым и дорогим героям, которые погибли за свободу и справедливость Украины. Слава Создателю, слава Создателю за все. Будем жить, победим в этой войне. И, как я люблю говорить, Украина каждый Божий день побеждает. И очень скоро нас с вами ждет. Великая-великая кинцевая перемога. Перемога Украины. Путь мой орач, друзья. Орач и только орач и кап и меч.